Всем привет! В эфире рубрика «Найдена в сети». Сегодня я снова хочу поделиться с вами полезными и нужными ссылками. Часто дарите открытки знакомым и друзьям? А может, хотели бы научиться делать открытки своими руками? Тогда вам в помощь makinggrittingcards.com На сайте по шагам расскажут, как сделать открытки собственноручно, с использованием минимума средств. Открытки здесь представлены на любую тему, просто веселые, валентинки, поздравительные, с днем рождения, с Рождеством. Здесь подробно опишут, что вам понадобится для того, чтобы создать ту или иную картинку, для какого случая подходит какой-либо образец. Например, для этой благодарственной открытки нужен лишь разноцветный картон, ножницы и клей. А изготовление просто как дважды два. Нужно лишь вырезать буквы из розового картона, наклеить их на голубую основу и оформить их белой каймой. Помните, как в школе делали самолетики из бумаги и отправляли их в рейс на ближайшую парту? Вспомнить детство и научиться складывать занимательные предметы из бумаги научит сайт origamiinstruction.com. Здесь вы найдете бумажные поделки на любую тему. Например, тут есть несколько способов складывания давно известного нам самолета. Самый простой и самый сложный. Правда, особых отличий я не заметила. Из листа бумаги можно сложить домик, раскрасить его и результат как настоящий. Тут учат складывать оригами в виде разных животных. Кошки, собаки, лягушки. Даже схема сборки панды есть. Чтобы поделки получились более правдоподобными, для оригами используют цветную бумагу. Например, для складывания собаки можно взять бумагу в пятнышки, как это сделали авторы. Либо просто разрисовать готовую поделку. Не обошлось тут и без главной темы – цветов самых разных видов. Человеческая фантазия не стоит на месте. И пока она не исчерпает себя, сайты, рассказывающие о последних новинках, будут процветать. Как это и происходит с порталом gizmodiva.com. Ежедневно тут можно найти самые смелые, креативные и невероятные идеи. А как еще можно назвать вот это изобретение? Это освежитель дыхания с совершенно обычным способом применения. Но что в результате? Ваш язык светится всеми цветами радуги. В самый раз для вечеринки. А вот хлеб-палитра. Его можно есть, намазав перед этим разными приправами. Дизайнер, придумавший это, считает, что так можно привить любовь детей к искусству прямо во время еды. А вот не менее странное платье от дизайнера Николь Декстра. Экологически чистое, потому что сделано оно из растений и цветов. Также интересны и другие изобретения, представленные на сайте. Лампа в виде книги, гибкий дисплей от Sony, который можно сворачивать, USB-разветвитель в виде слитка золота. А iPad уже настолько подчинил себе мир, что даже одежду шьют под него с огромными карманами. Человеку всегда хочется знать все и обо всем. Но, во-первых, все знать невозможно. А во-вторых, полученная информация быстро забывается. Поэтому сайт love2know.com вполне может стать вашей жизненной шпаргалкой. Например, вы хотите научиться танцевать? Тогда прочтите статью «Как это сделать». Тут вам расскажут, как выбрать стиль танцев, который вам наиболее близок, как найти хорошего инструктора по танцам. Если вы, к примеру, решили учиться хип-хоп танцам, тут есть и на эту тему статья. И по другим стилям тоже. Тем, чьё хобби – фотография, расскажут, как выбрать фотоаппарат, а также посоветуют несколько сайтов, где можно создать онлайн фотоальбомы. Собираетесь в отпуск? На сайте пишут, куда лучше поехать, дадут полезные советы, например, предложат подборку статей о солнцезащитных очках. Расскажут и о повальном увлечении молодежи тату и пирсинге, о рисках, связанных с прокалыванием губ, и о том, почему люди выбирают тату на плече. Также тут есть и гороскопы. На этом всё. Много полезных статей вы также можете прочитать на сайте нашей программы. До встречи в эфире и в сети.